Раньше эту площадку у дома номер 119 на улице Депутатской Александра обходила стороной, опасалась за детей. Недавно здесь все было полностью завалено, были большие деревья, первые этажи домов было просто не видно и было очень много подземных гаражей, которые были небезопасны, потому что они никак не закрывались. Детской площадки не было вообще. С просьбой помочь благоустроить территорию жители обратились к депутату Тюменской городской думы Дмитрию Антипову. Теперь здесь не только детская площадка и зона отдыха для пенсионеров, но и первая в Калининском округе дворовая велобеговая дорожка. Самое главное, что отношение жителей особое было, потому что здесь на дворовой территории было где-то 38 погребов, как раз на месте расположения сейчас элементов благоустройства. И жители, проявив сознательность, наверное, с прошлого года начали самостоятельно их выкапывать. А сейчас очень красивый и благороженный двор. Городской депутат Дмитрий Антипов исполнил наказы избирателей и по другому адресу. Теперь у жителей дома номер 29 на улице Самарцево есть площадки для досуга всей семьи, современные парковые качели, а главное – сухой двор. Одна из основных проблем данной территории – это была подтопляемость. Все, что связано с талами и дождевыми водами. Вопрос технически реализован за счет контуруклонов и за счет устройства дренажных колодцев. Комплексный подход применили и при благоустройстве дворовой территории дома номер 26 на улице Восстания. Здесь наказы избирателей исполнила депутат Тюменской городской думы Екатерина Бешкурцева. При благоустройстве учитывалось то, чтобы жители имели возможность выйти в вечернее время, побывать на свежем воздухе. Поэтому при каждом подъезде есть лавочка. Детскую площадку сделали. Дети там теперь появились. Не было. Тренажерную площадку сделали. Мы, конечно, очень довольны. Нам вообще все нравится. И ход работы нравится, и как быстро сделали, нам все нравится. А еще, чтобы жителям было удобно, у дома с 30-летней историей обновили входные группы и сделали пандусы. Наталья Жукова, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.